Разносила я бесплатные газеты. Есть такая вещь, называется доброта. Многим людям стоило бы узнать об этой черте характера получше. Ребята, я пару лет жила по неправильному времени. Как так вышло? Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Ребята, сегодня будем вместе искать самую лучшую колу, потому что Кока-Колы больше нет, поэтому у нас есть такие небольшие аналоги. Аналоги. Ненавижу аналоги, как вы знаете, но давайте покажу, что у меня сегодня есть. Кул-Кола. Почему-то, когда я покупала, я думала, что она будет выглядеть вот так, как литровая, но, как видите, здесь немножко другой дизайн, что ли. Зарядись позитивом. Хорошо, Кул-Кола. Заряжусь. Перед этим я все-таки... Я нашла в этом... Всегда забываю, как называется. Макси. В Макси я нашла вот такую вещь. Фанки-манки Кола Клэнсик. Мне сегодня будет плохо. Я не очень люблю колу пить в таком количестве, тем более аналоговую. Также нашла вот эту вещь без сахара. Вроде бы, ребят, тоже в Макси. Но где? В Архангельске. Вот такая Кула-Черноголовка. Я сегодня прям как из контрольной закупки. Естественно, добрый Кула. К сожалению, я его уже пробовала. Черноголовку тоже, наверное, не особо помню. И тем более на контрасте сегодня будет все сразу так попробовать, интересно сравнить. И вот эта вещь, ванила Кула, моя самая-самая любимая. Я ее обнаружила, ребят, еще в 17-м или в 16-м году, к сожалению, не помню. На моей памяти раньше она продавалась в Архангельске и только в этих... в автоматах. Я могу неправильно помнить, но я точно помню, что мы брали из автомата. Поэтому я навряд ли ошибаюсь. У меня слишком хорошая память. Я еще попробую вспомнить какие-нибудь интересные истории, которые... Ну, я не могу сегодня уложить голову. В общем, ладно. Истории какие-нибудь вспомню интересные, вам расскажу что-нибудь прикольненькое. Поэтому, да, будем искать лучшую Кулу. У меня такой своеобразный вкус, ребята. Начнем с Кул Колы. Я пробовала, которая была, ну, в другом дизайне, как я и говорила. Не знаю, это одно и то же или нет. Мне она не понравилась, потому что она как пепса. За вас. Как пепса, один в один. Я не очень люблю пепсу. Сахара я здесь не ощущаю. Такое чувство, что она действительно на... На чем там у нас пепса? Не на глюкозе, а на фруктозе, да? Мне больше нравится тестировать энергосы, чем этот странный коричневый напиток. Едем дальше. А, история с меня, история. Я когда-то в свое время... Ребята, я пару лет жила по неправильному времени. Как так вышло? Мне надо было в универ вставать в 5 утра для того, чтобы в 6 выйти из дома. Это было на первом курсе, потому что у нас строилась в городе дорога и приходилось ездить по объездной дороге. Поэтому мой путь занимал на полчаса дольше. Именно из-за этого мне надо было выходить в 6. Потом уже, когда дорогу отремонтировали, я стала выходить в 6.30. Или мне надо было в 6.30 уже сидеть в автобусе. Ребята, я плохо... Да, пары начинались в 8.15, и я всегда выходила в 6. А, а поначалу я выходила в 5.40. I'm sorry, все забыла. Ну, в общем, в чем дело? Я забыла. И дело в том, что я постоянно вообще всю свою жизнь боюсь куда-либо опоздать. Я опаздывала, по-моему, только один раз куда-то. Абсолютно недавно. А куда? Я не помню. Но не на какое-то важное мероприятие. Если меня зовут, например, к 5 вечера, да, или там к 4... А, я к бабушке опоздала на встречу. Я пришла не в 14.00, а в 14 где-то, наверное, 15. Да, мне было неловко. 15 минут это все-таки достаточно большой промежуток времени. В классе в 10 или в 11 я поставила себе время, может, даже раньше на 10 минут вперед. Таким образом, я знала, что у меня есть 10 минут в запасе, и мне было жить удобно. И мне это очень нравилось, да, то есть просыпаешься, понимаешь, а еще 10 минут в запасе есть, так отнимаешь и живешь таким образом. Я не знаю, сейчас я бы так ни за что не стала делать. Так продолжалось некоторое время. Потом я заметила, что у меня уже часы вперед идут на 20 минут. Я подумала, ну ладно, неплохо, так поживем. Так пожила я еще 2 года. И когда я приехала в Норвегию, я потом, спустя полгода, обнаружила, что у меня часы на полчаса вперед, на 30 минут. Ребята, это был трэш. Я так жила достаточно долго, потом еще в Россию вернулась, жила на 30 минут вперед, а потом подумала, какой-то бред. Жить на 30 минут вперед, постоянно вот это не понимать, сколько времени, но мне нравилось. И я подумала, что, наверное, все-таки стоит время поставить московское, потому что у меня потом в 16-17 уже пошли ученики. Я репетитор, если вы вдруг не знали. В прошлом, а может и в настоящем. Кто знает, кем я работаю? Ребята, я блогер. Блогер — это все-таки профессия и работа. Значит, я перевела время на московское, и мне было поначалу, ну, очень тяжело. Очень сложно было привыкнуть к тому, что не надо отнимать ни 10 минут, ни полчаса. То есть я жила так, наверное, лет 5, получается, да, на 10 минут, потом на 20, а потом сами часы. Я их никогда не переводила, они перешли на 30 минут вперед. Ну, окей, ладно. Такая вот я была странная личность. Зато я никогда никуда не опаздывала. Такая вот вечеринка. Я не знаю, зачем я так делала. Кто-нибудь из вас ставил часы, ребят, на 10 минут вперед, чтобы, ну, 10 минут в запасе было? Это как-то успокаивает на самом деле. Я думаю, вернуться к этому, но нет, я слишком часто перелетаю куда-то, и, ну, я очень привязана к времени, поэтому. Нет, я так делать не буду. Недавно это вспомнила и думаю, что за кринь, жить так 5 лет с лишним. Это какой-то немножко стрём. Пробуем следующую колу без сахара. Попробую после вот этой черноголовки. Она уже в стекле. Приятно. Я пробовала от черноголовки что? Лимонад. Да ладно! Я пробовала Байкал. Натуральные компоненты. Окей, дизайн, конечно, очень интересный. Это стекло, поэтому держать мне достаточно тяжело. Пью за вас и за то, чтобы вы никогда никуда не опаздывали. Как выдохшаяся кола. Вот серьезно. Несмотря на то, что оно в стекле. Что за интонация? Она слабо газированная. Мне не нравится. Кстати, мы с вами в запрещенной соцсети обсуждали, кому какая нравится. И много кто написал, черноголовка похожа на оригинал. Да вы что, ребята? Оригинальная кола, она газирована, как минимум. У этой газиков будет побольше. Это кул-кола. Следующая история, это опытная история, а небольшой такой промоушен. У моего сегодняшнего видео есть спонсор, который как раз вложил монеточку в покупку этих шести банок Кока-Колы. Не Кока-Кола, а простой колы. Это международный маркетплейс Джум. Что такое Джум, ребята? Думаю, вы знаете, что Джум это маркетплейс, который объединяет продавцов и покупателей по всему миру. Заказывать товар это можно из разных стран, не только из Китая, а также из Турции, Кореи и из Европы. Цены там достаточно выгодные, проверьте сами. Что интересного можно найти на Джум? Косметику, одежду, даже парфюмерию я находила. Самое главное, что вам не надо тратить время на походы по магазинам, потому что я, например, ненавижу из дома выходить. Я лучше дома себе что-нибудь выберу, закажу и мне это привезут. Уже через несколько дней, с 24 по 27 ноября, на Джум начинается главное событие уже почти уходящего года, Черная Пятница. Поэтому, чтобы купить все возможные необходимые штуки, которые вам нужны, приходите на Джум с 24 по 27 ноября. Я тоже там буду искать выгодные предложения. В дополнение, ребята, к скидкам по Черной Пятнице и без того выгодным ценам на Джум, я оставлю вам свой промокод в описании. Он не аффилированный, это просто подарок для вас, мои хорошие. Мой люксовый промокод суммируется со всеми скидками и акциями на маркетплейсе. Как я и говорила, на Джум есть не только одежда, косметика и мелоджи для дома, а также есть парфюмерия. Например, как раз таки по парфюмам вы сможете найти оригиналы Монталь, Лакост и Сеслей в этом магазине. И ссылки на оригинальные магазины я оставлю в описании. Напоминаю, что они не аффилированные и приятных вам покупок на Джум. И не забывайте, пожалуйста, туда приходить с 24 по 27 ноября. Ну что, черноголовки я ставлю 6 из 10. Да, окей. Идем к следующей коле. Она без сахара. Тут такой дизайн интересный. Тут дама, да, такое делать. Кола. Без сахара. Замечтательно. Попробуем. Я не пробовала ни разу. В отличие от предыдущих. Пластик тут такой, какой-то слишком мягкий, как пакет. Не скажу, что как пакет, но прям вообще супер мягкий пластик. Окей. Что бы это значило? Выдохшаяся кола без газов. Отвратительно. То, что в ней нет сахара, это, конечно, хорошо. Это как черноголовка, короче. Только эта вещь будет послаще немного. А так здесь вообще газиков нет. Мне не нравится. Что-то пока мне ничего не понравилось. Из этих трех, кул, кола, черноголовка или это вот непонятное нечто, кто-то выпускает. Напиток безалкогольный, сильно газированный. Вы знаете, что такое сильно газированный? Срок годности 180 суток с даты разлива. Ну-ка. 180 суток. Это, получается, полгода. Сделано 15 сентября 22-го. Кто это готовит? Противопоказан больным фенилки тонурии. Окей, осторожнее, ребята. Изготовитель ООО Смайл Плюс. Ну, что-то ни разу не смайл. Мне не понравилось. Пока что, наверное, самое худшее. Что? История. Вы прекрасно знаете, что я тролль. Но есть такая вещь, называется доброта. Многим людям стоило бы узнать об этой черте характера получше. Но большинство людей, они не то чтобы долбоебы, да, как я обычно говорю, они очень злые. Я заметила. Может быть, это только то, что я хочу видеть в людях. Но, ребят, поверьте мне, когда они видят деньги, когда они чуют вот то, что можно где-то какую-то выгоду поиметь. Может, я так к людям отношусь, что я всех ненавижу, да, но я заметила, что это очень плохая черта многих людей. Крайне, крайне мало кто вот не обращает внимания на деньги, да. Я тоже деньги люблю, конечно, но я для этого работаю, да. А кто-то, как я когда-то писала, что же я писала? Многие люди стали жертвами моей доброты и щедрости. Именно поэтому у меня так мало друзей, действительно, я сразу же вижу, когда пользуются мной и сразу же вижу, когда хотят поиметь какую-то выгоду. Иногда не сразу, к моему великому сожалению. Но я в целом человек добрый. Однако я веду не к этому, а к тому, что я тролль, да. Хоть я и добрая, но я тролль. Однако относитесь к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Я всегда в это верила, но это не работает. Пришла я, значит, в дьюти-фри. А я, наверное, не скажу где, но это было в Москве, потому что я улетала вот в октябре, да, в отпуск замечательный. И все бы ничего, все хорошо. Я просто хотела купить помаду, которая сегодня на мне, это Gucci 105 из матовой серии. Значит, у Gucci нет как таковых линеек, да, например... Я не знаю, что взять. Lancome. У Lancome есть... У них тоже нет коллекций как таковых. У них есть серия, например... Блин, что вам показать-то такое? Вот этот тон, что я купила в том дьюти-фри. Почему я его купила? Ну, я попозже скажу. Это Tentedol Ultra Wear. Также есть вот такой. Это тоже Tentedol, только это Ultra Wear Nude. К чему я веду? Я пришла и увидела женщину-консультанта. Дьюти-фри в том терминале, в котором я была, достаточно большой. Это не то, что дьюти-фри, как-то по-другому называется. Я ходила, ходила, бродила, выбирала себе помадки. Смотрю Gucci стенд. Думаю, ну ладно, сейчас приобрету. Я такая в приподнятом настроении, но одета как всегда. У меня такая курточка какая-то потрепанная. Я в ней круглый год хожу зимой и летом одним цветом. Черная курточка с леопардовыми вставками. Очень безвкусно. Я стою, я была вроде даже накрашена так, довольно-таки неплохо. Я подхожу к консультанту, она смотрит вдаль вот так. Что-то мне везет, да, на консультанта. Я подружу и говорю, здравствуйте, вы не могли бы мне помочь, пожалуйста? Мне вот немножко помощь нужна. Это когда что надо, слушаю. Я уже плохо помню, потому что я такие ситуации стараюсь забывать как можно скорее, ибо нехуй портить мне настроение. Значит, она говорит, да, слушаю. Я думаю, окей. Мне нужна, говорю, помада от Гуччи, матовая в оттенке 105. Она говорит, девушка, знаете, мне это ни о чем не говорит. Я стою и не знаю, что сказать. Говорю, ну мне нужна помада от Гуччи 105, матовая. Какая вам нужна линейка? Или она сказала, какая серия? Я не понимаю. Это вообще мне не говорит ни о чем. Причем дама была старше меня, не скажу, что в два раза, потому что мне уже 27. Но в полтора, окей. Я говорю, ну как понять, какая линейка? Я не стала выебываться, да, что я, ну... Я реально не поняла, потому что у них есть сатиновая, окей, линия и матовая. Я решила впервые отстоять свои права. Я говорю, как вы не понимаете, у них есть сатиновые помады в тех же самых оттенках, и есть матовые тоже в таких же оттенках. Только я хочу матовую. Я не понимаю. Давайте, пойдем, покажите мне. Мы подходим к стенду Гуччи, я говорю, ну вот, 105, матовая. Ну, так бы сразу и сказали. Может, я перевираю, но, ребят, мне было очень неприятно. И вот это какая линейка, или какая серия, или какая коллекция, что-то такое было. У Гуччи, блядь, нет пока что как таковых коллекций. Они недавно появились. Ну, ладно, хер с ним, как говорится. Значит, ищем мы мне помаду. Нашли только сатиновую. Я говорю, мне бы матовую. Матовых нет. Я думаю, ладно, ну, посмотрите хотя бы немножко-то. Она пошла в другую сторону, посмотрела. Нет ее. Я говорю, ладно, есть пудры. Пудры тоже нет. Я говорю, давайте поглядим, пожалуйста. Открывает пудр, нет. Я думаю, вот теперь я буду из принципа козлить, и я буду неприятный покупать. Я говорю, хорошо, я хочу бронзер, потому что, ну, меня довели. Меня, меня обидели. Я говорю, хорошо, я хочу бронзер. Бронзеров тоже не было. Или был какой-то один, но очень светлый. Я говорю, ну, я светлый не хочу. Я хотела 0,5. Потом думаю, что еще такое сделать, что вот как бы еще так поднасолить. Говорю, ладно, давайте посмотрим, может быть, Диор Бэкстейдж, может, что-то есть. Она говорит, ничего нет, поставок нет. Я говорю, ну, может быть, что-то осталось. Я прекрасно знаю, что ничего нет у себя в голове, но, извините, нечего было спрашивать, какая мне нужна линейка, потому что это Гуччи. Подходим мы к Диор Бэкстейдж, смотрим, ничего нет. Пудры нет, ни теней нет. Я говорю, ну, ладно. Очень странно, что у вас, говорю, два тестера одинаковой палетки. Зачем это надо? Ну, ладно, не знаю. Нигде я ни разу не видела, кстати, в магазине, что было два тестера одной и той же палетки. Ну, это, наверное, особенности московского дьюти-фри. Идем дальше. Я иду, говорю, ладно, я тогда хочу тон от Lancome, он сегодня как раз на мне, а давайте я куплю хотя бы тон. Мы идем, я вижу стенд Бёрбери, я говорю, ой, я хочу что-нибудь от Бёрбери. Меня не слышат абсолютно. Она идет дальше, я ее догоняю. Подходим к Lancome, она говорит, какой тон вам нужен? Я говорю, тент и долю ультравэр. Я специально сказала с русским акцентом. Она говорит, ой, сейчас позову консультанта другого, она вам поможет. Я говорю, не-не-не-не, мне помогать. Говорю, не надо, просто откройте, пожалуйста, сама возьму то, что мне нужно. Она открывает и есть почти все оттенки. Но она открыла мне не тент и долю ультравэр, а другой какой-то миракл, что ли. Он в похожей упаковке, как тент и долю ультравэр, только немного другое оформление у него. Я говорю, извините, мне нужен тент и долю ультравэр. Мне не нужен Миракл, мне не нужен Люминус, если он вообще есть. Мне нужен тент и долю ультравэр. Она открывает другой ящик, и там уже поменьше оттенков осталось. Я говорю, ладно, я возьму третий. Давайте хотя бы сволочек сделаем. Я говорю, ладно, делайте. Подаю руку, она мне там что-то намазала. Я говорю, я беру третий. Мне уже потому что надоело. Не за что бы издеваться, а быть неприятным покупателем. И я поэтому взяла просто третий ланком. Но я подумала, что нет, наверное, не выхватит быть плохим покупателем. Я говорю, давайте посмотрим Том Форд. Мы идем к Том Форду, и, конечно же, нихера нет. Я думаю, ладно, уже все, я пойду на кассу. Я прихожу на кассу, она ставит Том на кассу, соответственно, и говорит, водичка вот здесь, если нужно. Я вообще охуела. Я не знаю, я была накрашена. Не так, как сегодня, конечно, но изначально я вела себя приятно. Я просто подошла и сказала, здравствуйте, можно мне, пожалуйста, помаду 105 Гуччи матовую? Чего не понять, какая в пизду линейка? Ну, такая, ребята, история. Счастливый финал. Берем дальше. Я очень хочу проводить вот эту Манки Кола. Тут написано, Кола в стиле фанки для любителей настоящей классики с яркой современной подачей. Знакомый вкус колы, новые крутые впечатления. Впечатления от чего? Манки и фанки Кола классик. Скажет, обезьянка. На меня похоже, да, чем-то? Не-не, не похоже. Я больше похожа на кого там? На Урсулу. Get funky. Oh my god. Get funky. Get cold. Вот это. Лед. Ладно. Вот это? Не, ребят. Последний раз оригинальную колу я пила 1 ноября примерно в 7-7.30 утра. Я не знаю, почему я это так запомнила. Ну, короче, это очень хорошо. Я не думала. Я троллить начала фанки-манки Кола, ха-ха-ха. Ребят, нормас. Даже пахнет немножко Кола. И на что я, ну, Колу говорю, да, я люблю, но не прям так же, как, например, мой любимый энергетический напиток Берн. Берн. Но это очень-очень похоже. Она газирована, у меня аж слезы пошли. Хороша. Хороша. Окей. С меня история. А какую историю еще вспомнить? Без понятия. Я вам 100 лет назад рассказывала про свои работы. И не рассказала, вроде бы, что я работала на разносе бесплатных газет. Это, конечно, был кринж. Эту работу нашла моя мама изначально. Она работала раньше на трех, да на четырех работах. Короче, мама у меня такая работящая женщина, прям как и я. Значит, она там работала, а потом говорит, хочешь, поноси газеты бесплатные. Это давали 500 рублей в неделю или, ребята, 500 рублей в месяц. Вот это я уже не вспомню, потому что был седьмой год. Вот зима седьмого, восьмого года, где-то так, или декабрь, или январь. У нас тут на севере раньше было достаточно холодно в Северон-Винске. Сейчас зимы не такие холодные. Или же я просто зимой выхожу из дома всего лишь три раза за зиму. Ну да, за посылками. Единственная цель выхода на улицу – это пойти за посылками. У меня что-то язык опух. О май гад. Потому что я берна бахнула и колы. Разносила я бесплатные газеты. Забирала я их у какой-то женщины. Она мне давала ключ от всех подъездов. Или он у меня всегда был. Но не от всех, однако. В некоторых домах стояли домофоны. И в каком-нибудь одном подъезде да ключ не срабатывал. Мне приходилось звонить и говорить почта. А у меня такой голос детский до сих пор, мне кажется. И говорит, какая почта? Уйди типа отсюда. Там все такое. Ну, у меня почта, мне надо вам газетки занести. Вы что? Это была огромная клетчатая сумка, моя любимая. Я ее возила на тележке. Зимой в холод, без перчаток я всю жизнь ходила. А проблема хождения без перчаток в том, что не только руки стынут. У меня не стынут руки, но все же. Проблема в том, что когда вы складываете газету, ее же надо вот так, ну, сложить и положить. Чернила все остаются у вас на руках. И у меня к концу, к концу рабочего дня все руки были черные. Иногда и морда, потому что я тут потрогаю, там потрогаю. И ходила я как. Как мне сказала моя подружайка, как грязно лиц и мачо. Не знаю, что это за кринжовая немножко фраза. Но, в общем, руки были вечно грязные. Я поначалу работала одна, а потом ее позвала. Говорю, давай работать вместе. И потом делить прибыль. Мы так и делали. Не помню, сколько я там работала. Наверное, 5 недель или 6 лет. Это надо было 9 раз в неделю по воскресеньям. Часа на 3-4 работа. Вот вспомнить бы, в месяц платили 500 рублей или за один раз? Не помню. Вроде за один раз. И, значит, она мне как-то говорит. Слушай, а вот кому нужен бесплатный спам? Я говорю, не знаю, кому. Мне не нужен. Но это же наша работа. Я такая ответственная, блядь. И вроде бы в наш последний рабочий день или в предпоследний она говорит, а давай-ка мы это самое выкинем просто все нахер и все. Потому что надо было разносить по всему району. Это было около 20 домов, если я правильно помню. Было достаточно много подъездов. И вот это разносить все. Меня немножко напрягало. Ну и ее тоже, соответственно. Поэтому мы разнесли в пару домов. Несколько пропустили. В некоторые подъезды не зашли. И у нас осталась половина. Мы просто взяли и все это выкинули. Дело было 15 лет назад. Поэтому я надеюсь, что меня сейчас не привлекут ни за что. И никто не докажет, что я там работала. Потому что я была несовершеннолетняя. У меня даже паспорта не было. Здравствуйте. Мы все просто выкинули и пошли, погуляли. Потом пришли, сказали, да, мы все разнесли. Да, нам заплатили. Больше мы там не работали. Вкусная кола, кстати. Я ее, наверное, допью. Ну, в общем, такая история, ребята. Беру добрые колы. Мне интересно, вы работали где-нибудь в таком же месте? Типа разнос газетам или почта? Просто, просто интересуюсь. Пью за вас. Я вспомнила еще одну историю. Сильно газированная. Несладкая. В отличие от оригинальной колы. Вот эта будет послаще. Здесь есть какой-то странный привкус. Выбирая между этими двумя, я все-таки склоняюсь к фанке. Ну, очень дизайн странный. И надписи какие-то. Ну, окей. Ну, вы правы, фанки и манки кола. Действительно, знакомый вкус, но где здесь новые впечатления, я не понимаю. Добрый, хорош, но что-то странное в нем есть, как какая-то не трава. Трава. Без понятия. Что я вспомнила? Я тоже снимала видос, но уже чуть позже, чем тот ранний про свои работы. Про работы в интернете. Я не помню, чтоб я там рассказывала, что я работала в одном... Так, как бы тоже юридический вопрос-то этот уладить. В одном брачном агентстве. Онлайн. В каком не скажу, их много, не угадайте. Смысл работы был в чем? В том, что надо было обязательно знать английский язык. Смысл был в том, что там были анкеты разных дам, которые искали себе партнера иностранца. Мне было около 19 или 20 лет в тот период, и я пыталась заработать как только могла. Но единственное, на чем я не люблю зарабатывать, так это на обмане. Когда мне предлагают рекламу, где надо, например, обмануть кого-то, я вообще-то не берусь. Неважно, какой гонорар платят, я ненавижу вот этот обман какой-то. И в общем, в чем дело? Я быстро эту схему раскусила. Вам дают поначалу типа один или два профиля дам, которые ищут себе партнера иностранного. Дамы все молодые, все разные. У них разные имена, конечно же. И ваша задача как работникам, давайте буду про себя говорить, моя задача была запомнить, например, одну зовут номер один. Нет, давайте по-другому. Одну зовут Роза, вторую зовут Кактус. Например, у Розы такие-то увлечения. Она любит там скачки, конный спорт, блядь, гонки на машинах. Все, я это хочу очень сильно шутить. И любит, блядь, парикмахерское искусство. А Кактус, она любит готовить, такая домашняя вся, прибираться, домохозяйка, бесплатная рабочая сила. Короче, мужчине в дом. Так не надо делать. Ну, хотя, кому как, опять-таки, да. Ой, у меня столько мыслей по поводу брака и всего вот этого типичного, я имею в виду, да, типичного, что женщина там и работает, и прибирается дома, а мужик только работает, и все. Подождите, меня сейчас затриггерит. У нас есть кто? Роза и Кактус, да. И вы должны запомнить их любимые цвета, их возраст, интересы и все такое. И на английском только общаться. А в чем был подвох? В том, что почему вы ведете, да, почему вы как менеджер вот это, да, ведете эти 2, 3, 4, 5 профилей. Потому что эти дамы не знают английский язык абсолютно. Они его не знают, а через переводчик общаться не могут, у них нет времени. И я подумала, вот если я обращаюсь в агентство, например, где надо знать японский, нет, это слишком сложно, переводчик плохо переводит редкие языки. Норвежский, блядь, тоже плохо переводит. Давайте возьмем итальянский, я, например, его не знаю практически, и я хочу найти себе мужчину итальянца. Я смогу спокойно общаться через переводчик, но я английский знаю, блин, в этом проблема. Короче, мне стало очень подозрительно, зачем женщины обращаются в агентство, и за них будет какая-то или какой-то, или какие-то другие люди общаться. Я прошла собеседование, меня успешно приняли и выдали мне эти анкеты. Я начала переписываться с несколькими там ребятами одновременно с двух профилей. А потом я решила зайти как человек, который там зарегистрироваться хочет, и найти себе невесту из СНГ, славяночку. Славяночку найти хочу. И увидела, что регистрация платная, что общение тоже платное, чтобы фотки там какие-то посмотреть, надо платить монетку. Мне также выдали, кстати, допфото, но не только те, что в профиле висели, но и дополнительные, которые можно отправить по запросу, если там ваш мужчина, да, с которым вы общаетесь, просит у вас дополнительные фотографии, за которые он также обязан платить. И моей целью было как можно дольше удерживать мужчину на своем профиле, общаться с ним, и чтобы он мне донатил. Это то, что я помню, и то, что я вот просекла эту вещь, что как можно, ну, это же, это же наебка. Я не готова таким заниматься, и поделала это, наверное, дня два или три, а потом подумала, что, конечно, это легкие деньги, но нет, я таким заниматься точно не буду, потому что человек с другой стороны, да, который мне пишет, он думает, что это не сидит за монитором какая-то крупная, я тогда весила 100, 100-килограммовая дама, да, по имени Марина Сергеевна, что там сидит Роза или Кактус, красивая, стройная, подтянутая молодая девица, а на самом деле это не она. Я не знаю, доходила ли там до встреч, потому что, ну, я общаюсь, да, вместо Розы с каким-нибудь Альфонсо из Италии. Мы с ним общаемся, потом дело доходит до встреч, и Роза едет к Альфонсо, и она же не знает, о чем мы говорили, хотя мне говорили, что они переписку там видят и все такое, но как она будет с ним общаться, если она не знает языка, да, то есть, если переписывается за нее другой человек, если она не может Google Translate, там, или Яндекс.Переводчик, или Prompt тот же самый, да, использовать, как она поедет к своему Альфонсо, почему такие итальянские имена у меня в голове, или к Пабло, как она к ним поедет, если она вообще не алло. Ну, и тогда я решила, что нахер оно мне надо, обманывать иностранцев на деньги. Это, конечно, очень весело, но я не готова таким заниматься. И тогда была не готова, не сейчас. Моя самая любимая кола, раньше, повторюсь, да, ее было очень сложно достать, это ванилла кола Expert Style. Когда в свое время ванильную колу сняли с производства, это был год седьмой или восьмой, ее просто убрали из России. Я очень страдала, и когда нашла эту, была довольна. О май глад. Я не буду говорить, что это один в один кола ванильная, потому что я в аналоги не верю, но это будет чуть вкуснее, и в чем ее проблема, почему она мне нравится, но в то же время я ее не очень люблю, особенно, когда я пью осознанно, как сейчас, например. Ребята, у нее очень стронгий, сильный вкус ванили вот остается потом. Это отвратительно, я ненавижу ваниль всей душой. И если пить не задумываясь, как я это обычно делаю, то все окей. И если вам не нравится сильное послевкусие ванили, то вам не понравится эта кола. То есть она тоже сильно газированная, и вот в отличие от оригинальной, это вот сильная вот эта ваниль, ярко выраженная. Еще одну историю вам рассказать, что ли? Ну тут опять не совсем, не совсем то, что так релевантно для многих. Это то, что меня раздражает, что в Турции из отелей вас забирают очень-очень рано. Например, на ресепшене написано, что вас заберут в 4.05, а автобус приезжает там в 3.20. А вы, например, вышли и хотите там еще на море сходить или посидеть, покурить. А к вам за 40 минут до оригинального выезда приехал автобус. У меня такое было в том году, когда мне сказали, что приедут в 3.30, а приехали в 2.50. И проблема в том, что это трансфер, то есть это автобус. Там сидят люди и ждут вас. Чем это плохо, когда на 40 минут раньше вас забирают? Не только тем, что вам надо скорее собираться. Вы планировали в 3.30 выйти, а приходится еще раньше выходить. Вам начинают звонить, говорить, выходи, выходи уже, давай, это ночь, люди устали. Кто-то вообще из Махмутлара, он ехал к вам в Сиде. Проблема в том, что могут привезти в аэропорт, когда еще не началась регистрация. И вам придется стоять эту огромную очередь, которая так же, как и вы, ждет начала регистрации. Которая начнется через час, а то и через полтора. В этом году это не было для меня проблемой, потому что я ехала на индивидуальном трансфере. Однако в 4.05 должна была приехать машина. Она приехала в 3. Не в 3 или 20. Потому что я выхожу в 3.25. Он уже стоит и мне сигналит. Я говорю на русском. Я не стала говорить на турецком. Я говорю, здравствуйте, вы, наверное, за мной? Он такой, да, за вами. Я говорю, 4.05 написано. Я никуда не поеду. Я говорю, я не поеду, блядь. Я не хочу приехать в аэропорт на 4 часа раньше. Он приехал за 5 часов до вылета. За 5 часов мы ехали из центра Сиде. Не из Махмутлара, даже не из Кимера. Мы ехали почти до аэропорта буквально час. Я говорю, я никуда не пойду. Я пошла гулять. Говорю, подождите, покурить. Не знаю, попейте кофе. Я никуда не поеду в такую рань. Потому что регистрация еще даже не началась. Я пошла вокруг отеля, походила. Конечно, в 3.30 это немножко стрёмно. Походила, попродила. Думала, до моря дойти. А потом нет, что-то как-то в 4 утра. В 3.30 достаточно стрёмно идти. Я вернулась. А потом через пару дней я зашла на почту к себе. И увидела, что вашу машину подать не могут и нет в наличии. Предлагаем другую. Все равно подали ту, что я заказывала. Просто трансфер стоит не 1000 рублей. Для того, чтобы у вас не было машины. Это что такое? Just the customer service. Мне такое не нравится. Благо подали BMW, как и обещали. А то Mercedes. Не-не-не, моя хорошая. Если бы вы на Maybach заменили, я бы еще подумала. Если бы меня ждал автобус, конечно, я бы не стала выделываться и села бы в него. Потому что там и другие люди. Но тут мне вообще не понравилось. И, конечно же, меня привезли заранее. Регистрация еще даже не началась. Я стояла снаружи терминала, курила свою сишку. И думала о жизни. Когда я зашла внутрь, мне сказали, ну, это был отдельный терминал. Мне сказали, что не началась регистрация, но вы можете пройти паспортный контроль. Без билета. Вообще шок. Меня бы никто не пустил в собачник без билета. В общем, меня туда пустили. Я сидела и ждала, пока мне... Пока регистрацию откроют и мне выберут место. Какая-то нудная немного история, да, получилась. Меня просто раздражает. По что вы так рано забираете-то, а? За 5 часов. Ладно, общий терминал. Ладно, хорошо. А когда джип-терминал, так там можно и за 2 часа забрать спокойно меня, чтобы я не сидела. Я, конечно, всегда за то, чтобы делать все намного заранее, но не настолько же. Трэш. Летом меня вообще привезли в общий терминал. Меня просят. Я говорю, извините, вы не туда меня привезли. Нет туда. А я говорю, нет, не туда. Мне говорят, нет туда. Вот стойка джип-терминала. Я говорю, это терминал международный. Вот там терминал внутренний вылет. Вот там джип-терминал. Я оттуда вжару. 36 градусов пешочком. Не пойду. Че, не права, что ли? Мы ждали водителя. Он вернулся злой. И, конечно, повез меня в нужный терминал. Ну, ладно. Хер с этим. Довезли. Это самое главное. По поводу колы. Какая, ребята, самая лучшая? Конечно, чем дороже, тем лучше. Я всегда была за это мнение. Потому что, как-то у меня прабабка говорила. Дорого да мило, дешево да гнило. Не всегда, конечно, это работает. Иногда и дешевые продукты, хорошие. Но в большинстве своем, ребят, ну, думаю, вы знаете. Вы платите за качество. Самое вкусное. Я не помню, сколько это стоило. Но самое приближенное к оригинальной коле это вот это. Потому что у Доброго есть какой-то странный травяной... Я не знаю, как это объяснить. Какая-то несвежескошенная трава. Ну, что-то такое. Я ничем не болела. Но это очень странно. Я ее так долго берегла. Так хотела ее выпить. Но я купила себе вторую. И пару дней назад ее успешно уделала. Фанки кола. Тоже очень вкусная для меня. Кола должна быть газированная. А вот это вот в мягком пластике. Из нее что-то выходит. Но она вообще не газированная, ребята. Фу. Я поняла, как что она. Знаете, она не газированная. Ну, ладно, это мы упустим. Как вот эта кола из автоматов. Не только, когда вы ездите куда-то в другую страну, там, в отелях из автомата вам наливают. Это порошковая кола. Но и, например, в фастфуде вот это вот вообще невкусно. Там хотя бы газированная. Тут нет. Это, короче, как вода слабо газированная, с порошком колы добавленным. Вообще невкусно. Самое лучшее, короче, это вот эти две. Но если выбирать что-то одно, я выбираю эту пляж. Добрый тоже хорош. Однако, если выбирать добрый или манки, фанки, манки, whatever. Это немножко с кислинкой, это немножко с травинкой. Выбирайте сами. Вот этот трэш я вам вообще не советую ни за что. Какая небольшая антиреклама. Кто пробовал вот это? Я вообще случайно увидела, вроде в Максе. И это самое... Не-не-не. Спасибо, но нет. Черноголовка. Популярный раскрученный бренд. Что-то у них было вкусное. Не мандарин ли? Или мандарин был у Эвервес... Верс... 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 Я не знаю, как этот бренд называется. Раньше был лимонад такой у нас в Архангельской области. Льдинка. Очень похоже на колу от льдинки. Не пила лет 15 и столько же бы еще не пила. С превеликой радостью. Ребята, как у меня истории? Они такие вообще рандомные, из ниоткуда. Я просто бывает сижу, чуть-чуть вспомню и рассказываю вот вам. Благо я их не забыла. Особенно про брачное агентство. По-моему, самое трешовое. Ну, про Дьюти Фри это я уже молчу. Кстати, когда очки от Бёрбери покупала в Дьюти Фри, в Шереметьи, во внутренних вылетах, там все было хорошо. Поначалу тоже, конечно, такая, говорит, помогите, пожалуйста, очки выбрать. Я стояла, выбирала их долго достаточно. И потом уже подхожу к даме. Она так стояла, тоже на меня не смотрела. Я говорю, помогите, пожалуйста, очки выбрать. Я не знаю, как ее взять. И она вот мне помогала от всего сердца, знаете. Но, может быть, у той дамы в косметическом Дьюти Фри просто не было настроения. Я не знаю. Предполагать не буду. Ребята, какой ваш любимый колозаменитель? Вот из всех, из всех, из всех советую эту. Потому что она была давно на рынке. Это не что-то, это не что-то новенькое. И что вам больше нравится, кола или пепса? Я люблю Кока-Колу Лайт. Ну, в некоторых странах это называется Диэт Коук. Она в такой серебряной упаковке. Если выбирать пепсу, то я люблю пепсу Макс, которая без сахара. Особенно слаймом. О май гад. Ну, или же пепсу Лайт тоже. Классическая пепси мне не нравится. Или Макс, или Макс с слаймом, или Лайт. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надейло моё лицо и понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк. И оставить свой очень-очень приятный комментарий. И также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм. Ну, и на мою запрещенную соцсеть тоже можно. Потому что там я выкладываю свое прекрасное, как давно этого не говорила, замечательное и красивое лицо. Всех люблю. Всем пока. Уф, вот это мощно, конечно, я накрасилась. Блин, за ТТТДАй. Выбираю между двумя. Двумя, блядь. Бля, у меня еще Берн стоит. Но эти две я оставлю. Бля, Манки Кола тоже хороша. Остальное унесу в холодос. Выпьют мои друзья-друзяшки. Я эту вообще почти не выпила, вот эту невкусную. Дизайн прикольный, да, но абсолютно отвратительная. Кола. Почему там метанока не это? Не дуахромит. В банке дуахромит. В зеленый, а тут в оранжевый. Это червяная королева вроде бы. Ебучая линза. Хайлайтер, кстати, это этот. Бутибол. Трэш. Кот пришел вам показать. Сейчас подождите. Ну что ж ты меня учишь? Ребята, он вообще не любит сидеть на ручках. Такой вот у меня сладкий жук. Жук-павук. Он очень тяжелый. Тяжелая моя жупа. Ну не любит сидеть на ручках. Я не люблю сидеть на ручках. Все, я пошла. До свидания.